В Твери продолжаются работы по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время первый и второй этапы реализации проекта близятся к завершению. Идут работы по третьему последнему этапу. Современные технологии позволяют проводить работы независимо от времени года и погодных условий. Более пяти километров труб будет обновлено в рамках модернизации водовода. Одно из основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой гаража. Напомним, что в строй водовод был введен более 40 лет назад. Сегодня его труба меняет на новой, с большим диаметром и высоким качеством материала. Реконструкция проходит в несколько этапов. В рамках первого Тверского водозабора до проезда Кутузова параллельно существующему водоводу уже проложено более 1800 метров трубопровода, в том числе и под руслом Тверцы. Работы по первому и второму этапу завершены. Первый этап мы видим. Второй этап начался от Дюкера на берегу реки Волга и вышел уже сейчас своим финишем к Затверецкому бульвару. Там остались работы тоже только по врезке в существующий водовод. Это действительно финишный момент. Буквально спустя некоторое количество дней мы будем иметь уже соединенные водоводы. Третий завершающий этап работ самый непростой, так как проходит через жилой сектор Затверечи. Он соединит участки труб у берегов Тверцы и Волги. В ходе проектирования подрядчик столкнулся с незаконными постройками на участках городской земли, на которых расположен существующий водовод и должна пройти новая труба. Большая часть владельцев прилегающих домов добровольно снесли нелегальные постройки, к другим пришлось применить принудительные меры. В настоящее время Затверецкий бульвар почти полностью освобожден от незаконных заборов и гаражей. Чтобы минимально доставлять неудобства жителям, проживающим в этих районах, прокладка будет проводиться небольшими участками-захватками, так называемыми, где-то порядка 50 метров. И после завершения одной будет восстанавливаться благоустройство, во всяком случае, чтобы обеспечить проезд жителям и переходить к следующему участку. В рамках третьего этапа уже проложено 53 метра труб, из них 40 метров под руслом Исаевского ручья. Работы по этому этапу будут вестись в течение всего 2021 года и станут завершением реализации трехлетнего проекта реконструкции водовода.